Какую акулу боялись легендарные Титанобоа и Мегалодон? Кто из их современников мог без труда расправиться с этими гигантами? И какие современные животные могли бы одолеть их? Сейчас узнаете, в этом выпуске я покажу вам самых опасных и мощных оппонентов для Титанобоа и Мегалодона. Итак, какую акулу мог бояться Мегалодон? И разве такое вообще возможно? Как-никак, он был чуть ли не главным хищником своего времени. А уж если говорить об акулах, то ему вообще не было равных. Так считают многие, и это очень близко к правде. Но ученые думают, что среди акул у Мегалодона был как минимум один достойный соперник. И что интересно, эта акула жива по сей день. Это гигантская акула-молот. Да, та самая с необычным внешним видом и растопыренными глазами. В настоящее время гигантские акулы-молоты ведут одиночный образ жизни. Они активно охотятся на различных ракообразных, головоногих, костистых и хрящевых рыб, в том числе акул. В прошлом все было примерно так же. Акулы-молоты появились примерно 20 миллионов лет назад, когда Мегалодоны уже плавали в океане. Ученые считают, что как минимум детеныши Мегалодонов боялись этих акул. У акул-молотов на нижней стороне морды расположены ампулы Лоренцини, особые органы чувств, отвечающие за электрорецепцию. Когда хищник засекал маленького Мегалодона, он бил по нему молотом и мгновенно вырубал. Или же акула-молот могла охотиться иначе – прибивать Мегалодона ко дну мощным ударом головы сверху, прижимать жертву ко дну и кусать с обеих сторон. Так современные молоты охотятся на скатов. Скорее всего, с взрослыми Мегалодонами такая тактика была бы не очень действенной. Но некоторые ученые считают, что акулы-молоты изредка охотились и на них, причем вполне успешно. Уверен, что Титанобоа тоже боялась бы акул-молотов, если бы жила в одно с ними время, но у нее были свои враги. В том числе эта акула, которую смоделировали совсем недавно. С недавних пор некоторые ученые предполагают, что во времена и Титанобоа, и Мегалодона жила аномально большая акула, которой не было равных. По одной из версий, она была даже больше Мегалодона. И если вы думаете, что это нереально, что акулу крупнее Мегалодона уже не найти, то вспомните, что ту же Титанобоа открыли всего 15 лет назад. Ученые считают, что близки к открытию нового и еще более крупного вида хищных акул, чем легендарный Мегалодон. В истории были и другие существа, которые могли бы составить конкуренцию Мегалодону и Титанобоа, поэтому предлагаю поговорить и о них. Не будем уходить от темы акул. Следующий участник подборки – это Критоксирина или Акула Гинсу. Эти монстры не застали Мегалодонов или Титанобоа, но успели пожить в эпоху динозавров. Жили они в период со 107 до 73 миллионов лет назад. Критоксирины были не такими крупными, как Мегалодоны. В длину они достигали 8 метров и весили около 3,5 тонн. В то же время, не стоит думать, что все Мегалодоны были аномально большими, весили по 50 тонн и достигали 15-20 метров в длину. Да, самые крупные из них действительно были такими, но ведь в основном Мегалодоны были меньше. Именно поэтому Критоксирины вполне могли посоперничать с ними и даже победить. Про Титанобоа и говорить не стоит. Хоть змея была длиннее, в плане массы она значительно уступала этим доисторическим акулам. К тому же, в доказательство того, что Критоксирины могли победить Мегалодонов, говорит один простой факт. В свое время они регулярно побеждали Мазазавров, которые на тот момент были чуть ли не главными морскими хищниками планеты. Главным орудием Критоксирины были ее острые зубы, которые акула умело и агрессивно использовала, завершая бои в свою пользу. Казалось бы, зачем я сказал, что главным орудием акулы были острые зубы? Разве это не очевидно? Разве акула может орудовать чем-то другим помимо зубов? Оказывается, может. И это подтверждает еще один доисторический обитатель под названием Ксенокант. Он чем-то напоминает современных плащеносных акул, которые, в свою очередь, больше похожи на смесь морского угря и морской змеи, нежели на акулу. Это и понятно, ведь плащеносная акула – живое ископаемое, и как вид она живет на планете уже десятки миллионов лет. Но вернемся к Ксеноканту. Его главным орудием были скорее не зубы, а спинной шип, который рос из затылка хищника. Ученые считают, что шип был ядовитым и с легкостью устранял оппонентов Ксеноканта. Судя по всему, этот шип предназначался для защиты и в особенности от предотвращения подлых атак со спины, но, возможно, Ксенокант сам нападал с его помощью. В случае с Мегалодоном, эта юркая и небольшая акула могла бы увернуться от атаки гиганта и уколоть его шипом. Сам Ксенокант еще не очень хорошо изучен, не совсем ясно, насколько он был ядовитым, но в теории он вполне мог бы отравить Мегалодона или Титанобоа всего одним точным уколом. И все же акулы больше привыкли атаковать своих оппонентов не какими-то шипами, а челюстями и зубами. Челюсти некоторых из них поражают. Например, челюсти Эдеста. Эту рыбу еще называют акула-ножницы, поскольку ученые считают, что Эдест орудовал челюстями словно ножницами и буквально разрезал оппонента так же просто, как мы режем бумагу. Эдест был крупной акулой, который вырастал до 12 метров в длину, то есть он практически не уступал в плане размеров ни Мегалодоном, ни Титанобоа. Этим легендарным созданиям очень повезло, что Эдест жил гораздо раньше их, около 330-280 миллионов лет назад. В противном случае, Эдест точно протестировал бы свои ножницы на них обоих. Эдест мог бы наносить серьезные раны Титанобоа, и громоздкая змея вряд ли успела бы защититься. А в битве с Мегалодоном, акула-ножницы могла бы просто отрезать ему плавники, и хищник очень быстро потерял бы все силы. А возможно, Эдест просто разогнался бы и всадил бы свои челюсти-ножницы в бок Мегалодона, не оставив тому ни шанса на выживание. Некоторые ученые считают, что эта необычная акула могла охотиться именно так. Но не только акулы, о которых я вам рассказал, могли бы победить Мегалодона и Титанобо. На это были способны и другие существа, причем не только в теории, но и на практике. Например, на это точно был способен Левиафан Мелвила, один из самых крупных и жутких морских хищников всех времен. Титанобо повезло. Левиафан появился уже после того, как змея вымерла. А вот Мегалодон какое-то время делил океан вместе с Левиафанами. По сути, Левиафан – это тот же современный кашалот, только опаснее и агрессивнее своего потомка. И это, наконец, тот противник, который не только не уступает Мегалодону в плане размеров, но и превосходит его. При длине в 18 метров Левиафаны весили 50 тонн, а возможно, даже больше. Но главное – у них были гораздо более длинные зубы. Если крупнейшие зубы Мегалодонов, которые находили ученые, достигали примерно 20 сантиметров в длину по диагонали, то зубы Левиафанов достигали 40 сантиметров в длину. Они даже на зубы не похожи, настолько они крупные. Размеры – это, конечно, важно, но куда важнее иметь интеллект. И вот с этим у Левиафана проблем не было, в отличие от Мегалодона. Как-никак, это кит, а значит, млекопитающее, следовательно, Левиафан был умным, а вот Мегалодон – не очень. Рыбы, в принципе, не особо блещут интеллектом. В этом плане у Левиафана было большое преимущество, в отличие от Мегалодона, который достаточно бездумно кидался на жертву, пытаясь как можно скорее с ней покончить. Огромный доисторический кошелот умело выжидал момент, пользовался тактикой и нередко завершал битвы с Мегалодоном всего в один укус и без затраты сил. К тому же у него была развита эхолокация. Он мог выследить Мегалодона, незаметно подплыть к нему и без труда настигнуть сзади. Ну а если дело доходило до обычной драки, то древний кошелот просто таранил Мегалодона и кусал его, нанося тому повреждения. Преимущество в плане длинных зубов делало Левиафана очень опасным соперником. Я бы даже сказал, самым главным соперником Мегалодона. Легендарная акула очень боялась этого злобного кита и старалась не связываться с ним лишний раз. Сложно найти другого оппонента Мегалодона, которого акула боялась бы так же сильно, как Левиафана, но такой все же есть. Это зигофизитер Варлай, вымерший вид китообразных и очередной доисторический кошелот. Он был не таким крупным, как Левиафан, в длину достигал около 7 метров. Зубы у него тоже были не такими длинными, как у его родственника Кошелота, но под стать зубам Мегалодона до 20 сантиметров в длину. Сила зигофизитера заключалась в другом, в особой жестокости. Многие ученые уверены, что он был более жестоким, чем Левиафан. За это его даже неофициально называют Кошелот-убийца. Помимо этого, зигофизитер был хитрее и умнее своего старшего брата. Каким бы хитрым и умным ни был Левиафан, он все же полагался на свои крупные габариты. Зигофизитер же действовал иначе. Ученые считают, что он любил устраивать маневры, дурил хищников, ловко запутывал их и устраивал засады. Неповоротливые и достаточно медлительные Мегалодоны ничего не могли этому противопоставить, и их внушительный размер решал уже не так сильно. Вдобавок, зигофизитеры, как и Левиафаны, успешно пользовались эхолокацией, которая позволяла им ориентироваться в пространстве и самим не попадать в засады и ловушки, в том числе от Мегалодонов. Получается, что напасть на Кошелота-убийцу незаметно было практически нереально, а в прямом столкновении он переигрывал Мегалодона своей ловкостью, после чего жестоко с ним расправлялся. Мне кажется, это был даже более сильный оппонент для легендарной акулы, чем Левиафан. А что было бы, если бы Мегалодон жил в наше время? Многие ученые считают, что дела были бы плохи. Для Мегалодона, по их мнению, эти акулы не смогли бы выдержать современную конкуренцию. Скорее всего, их бы задавили некоторые другие морские обитатели, которые не дали бы им стать высшими хищниками. В том числе это сделали бы и современные Кошелоты. Ведь логично предположить, что раз доисторические Кошелоты так лихо расправлялись с Мегалодонами, то и их современные потомки делали бы это так же успешно. К тому же, современные Кошелоты ничуть не меньше тех же Левиафанов, а некоторые особи даже больше. Они вырастают до 20 метров в длину и весят 40-50 тонн. Кошелоты — хищные зубатые киты, которые без труда расправляются с гигантскими кальмарами, похожих на монстров, могут поймать любую рыбу и отбиться от любого хищника. О чем вообще речь, если Кошелот — это чуть ли не единственный морской обитатель, способный отбиться даже от косатки, которую многие называют сильнейшим современным хищником планеты? Мегалодон ничего не смог бы противопоставить огромному киту. А если бы тот не захотел драться или вдруг начал проигрывать, то просто резко ушел бы на огромную глубину до двух километров. Мегалодоны так глубоко не погружались, поэтому при любом раскладе акула не вышла бы победителем из схватки с Кошелотом. Максимум все закончилось бы в ничью. Я тут упомянул косаток и сказал, что их называют сильнейшими современными хищниками планеты. Так считают многие, включая меня. К тому же я вообще думаю, что это самый сильный морской хищник всех времен, поэтому мегалодонов косатки даже не почувствовали бы. Ну или, по крайней мере, они бы с ними расправились, не прилагая чрезмерных усилий. Посудите сами, косатка — это же идеальный хищник. У нее крупные габариты, но в то же время они не огромные, как у тех же Кошелотов. Это позволяет косатке оставаться крепкой и сильной, и в то же время мобильной и ловкой. Во-вторых, косатки — это обладатели одного из самых сильных укусов всех времен и сильнейшего укуса прямо сейчас. Они могут без особого труда разделать тушу огромного кита, а для такой задачи сгодятся далеко не любые зубы. В-третьих, косатки — социальные создания, которые живут и охотятся группами, что отличает их от акул-одиночек. Вместе они — чудовищная сила, с которой не справился бы даже самый крупный мегалодон. Наконец, косатки — это не только сильные, но и очень умные охотники. Во время битвы они пользуются тактикой и стратегией, проводят разведку местности, назначают роли для каждого участника сражения, пользуются эхолокацией, чтобы понять местоположение каждого участника боевой операции и так далее. По сути, это подводный спецназ, а мегалодон — это всего лишь вооруженный, но неподготовленный преступник без особого плана действия. Именно по всем этим причинам сразу косатки не оставили бы мегалодонам ни шанса, если бы им пришлось сражаться. Группа косаток запросто расправилась бы с одним мегалодоном. И даже в сражении один на один у косатки были бы высокие шансы на победу, ведь эти киты-убийцы могут в одиночку противостоять сразу небольшой группе акул, причем успешно. Это о многом говорит. Так, что-то мы совсем забыли про Титанобоа. Как насчет того, чтобы и ее поставить против теоретического противника, которого эта рептилия боялась бы? Мне кажется, на эту роль подойдет Дейнозух, самый крупный и опасный крокодил всех времен. Учитывая, что огромные змеи и крокодилы или аллигаторы устраивают сражения в наше время, представим, что точно такое же сражение устроили Титанобоа и Дейнозух. Жили они в разные эпохи, но все же, кто победил бы? Я думаю, что в 99 из 100 случаев у Титанобоа не было бы ни одного шанса. Во-первых, Дейнозух это не какой-то современный кайман или даже грибнистый крокодил. Эти гиганты вырастали до 12 метров в длину и весили свыше 8,5 тонн. Получается, в плане длины они были примерно такими же, как Титанобоа, но весили в разы больше. Они были ловкими и хитрыми, умело выслеживали добычу, быстро нападали из засады. Все, как и у современных крокодилов. Только вот кусались Дейнозухи гораздо сильнее. У этого существа самый сильный укус во всей истории в принципе. Он превышал 350 тысяч ньютонов. Для сравнения, это в три раза больше, чем даже у Мегалодона. У Титанобоа был единственный шанс. Попробовать обернуться вокруг Дейнозуха, обездвижить его и задушить. А учитывая, что современные ученые считают, что Титанобоа охотились не как современные удавы или анаконды, а скорее как крокодилы, нападая из засады, немедленно оборачиваясь вокруг жертвы, у змеи практически не было бы шансов остановить жуткого крокодила. Да и у Мегалодона тоже. Если бы Дейнозуха и Мегалодона свели в бою, я бы поставил надоисторического крокодила. Несмотря на свои громоздкие размеры, он был достаточно подвижным и быстрым. А вот Мегалодон, как считают многие ученые, не отличался выдающейся скоростью. Крокодил избегал бы атак оппонента, а даже если бы тот укусил бы его, это вряд ли было бы смертельно, потому что у Дейнозуха была очень прочная броня. В свою очередь, сам Дейнозух пользовался бы своими рекордными челюстями, наносил ужасающие укусы и истощал противника. Шансы у Мегалодона все же были бы, если бы ему удалось затащить крокодила на большую глубину, но преимущество все же на стороне Дейнозуха. А на этом все. Напишите в комментариях, кого вы считаете самым сильным оппонентом для Титанобоа и Мегалодона, а также ставьте лайк и подписывайтесь.